Ну, доброе утро всем! Сегодня я выступлю два раза. Я буду читать вам мое заключение, заключительную лекцию о собор и соборности, и после перерыва о богословии детства в романе Виктора Юго не мизерабле, не по-русски. Отверженные. Отверженные. Отверженные, да. Отверженные. Так что давайте продолжим и закончим на дискуссию о соборах и соборности. Вчера я был поражен, чем за какой степени проблематика Александра Филоменко, который выступил в богословии общения, совпадает с проблематикой соборной практики, практики в цепи. Как вы помните, Александр Филоменко вчера представил, предложил, представил нам евангельский богословический империтив, а именно выходи на встречу, выходи на встречу. Вы помните. Ну, собор – это встреча. Встреча одного рода, но важная. Так что не забудьте, пока я излагаю заключительные идеи собора, и что мы в никаком смысле продолжаем и нашу вчерашнюю дискуссию об богословии общения, потому что собор, где общения нет, это соборище, это не настоящий собор. Но, я добавлю, общение, которое происходит только лично, только индивидуально, общение без конкретных встреч на всех уровнях церковной жизни, это не настоящий общение. Это половина тела, а не тела. Понимаете? Хорошо. Спасибо, Саше, как всегда, за его замечания. Пока я читаю, я хотел бы, чтобы вы задумались о трех важных вопросах, касающихся соборности и соборной практики тем же. Именно. Второй вопрос. Почему соборная практика, конкретно, прекратилась на православном востоке после восьмого дня, после седьмого вселенского собора? Почему соборная практика, скажем, большого масштаба, вся православная практика, практика всех православных соборов, почему она прекратилась после раннего средневековья? А можно прямо сейчас, может, к этому уже не вернемся, я просто помню об этом ответ Хомякова? Давайте. Не слышно? Слышно? Что на востоке осознание разрыва вселенской церковью привело к тому, что никакой восточный собор не назвал себя вселенским и не пытался так собраться. Именно потому, что после седьмого ни один собор не назвал себя вселенским, были с тобой в Константинополе? Да, были. И я буду читать сегодня, потому, что сегодня моя лекция… Сознание разрыва вселенской церкви? А-а-а. Кроме того, что я такой ответ получал, да? Да. Сейчас. Я буду читать, моя лекция в двух частях. Первая часть касается православной практики Средневековья. Это лекция соборности на православном востоке в Средневековье. И следующая, вторая часть касается, ну, общего заключения моего о соборности. Так, пока я читаю, задумайтесь об этом первом вопросе. Почему? И ответ Хомякова мы будем обсуждать, но, может быть, еще что добавить. А второй вопрос касается наших дней. А именно, будет или не будет наше время в ближайшем будущем великий и святый всеправославный собор? Что вы думаете об этом? Это, наверное, второй вопрос. Будет или не будет? Если будет, но какой собор? Каков он? Если не будет в ближайшем будущем, то почему? Почему их? Это второй вопрос. А третий. Это касается вашей практики в украинском, в украинской православной церкви. Вы недавно, украинская православная церковь недавно праздновала собор. Каким вы считаете этот собор? Как вы относитесь к нему? Какое отношение имеет этот собор к соборному процессу в русской православной церкви вообще? Понимаете? Хорошо. Так. Три вопроса. Почему соборная практика прекратилась, да, большого масштаба прекратилась на востоке в конце земли, до восьмого века? Будет ли и не будет великий и святый православный собор в наши дни? И как ваше мнение, как вы ваше разрешение о недавнем соборе в вашей церкви? Так, начнем с восточной соборности в средние века. По мере того, как римская церковь дистанцировалась от экуменических категорий древней церкви, менялось отношение запада к христианскому востоку. Восточные церкви не имели ничего подобного средневековому папству и считали его нарушением церковной соборности, унаследованной от древности. Чем энергичнее апологеты и папства защищали его, тем менее понятнее представлялось оно востоку. Благодаря исторической дистанции и внушительному объему современных исследований этой проблемы, мы можем оценить недоумение востока. Римское церковное устройство было действительно чем-то новым в католическом христианстве. И вопрос о том, как согласовать его с соборностью свято-отеческой эпохи, был трудным вопросом. В то же время, ошибочно было бы полагать, что церковное устройство в средние века было только западной проблемой. Западная церковь уже не жила в патриотическую эпоху. Но то же самое справедливо и относительно восточной церкви. И она не жила в патриотическую эпоху. Средневековая восточная церковь, конечно, видела себя хранительной церкви и продолжательной церкви свято-отеческого предания. И эта верность была важным фактором формирования поведения этой церкви. Но преданность преемственности не то же самое, что сама преемственность. Не следует думать, что восточная церковь сохранила свое устройство без изменений с патриотического периода, или что происходящие изменения не имеют большого значения. Прежде чем делать такие выгоды, следует справиться с историей. Что касается соборности, однако, основываться на истории труднее, чем можно было бы предположить. Дело в том, что история восточной соборности после свято-отеческой эпохи еще недостаточно написана и даже по-настоящему всерьез не сделана. Ничего сравнимого с объемом и качеством исследований патриотической соборности и соборов на Западе в Средневековье не существует относительно соборов постпатриотической эпохи на Востоке. Более того, до недавнего времени большинство исследований соборности были написаны западными авторами, склонными считать, что на христианском Востоке по окончании свято-отеческой эпохи соборная практика, достойная этого имени, была весьма незначительной. Так думали даже столь крупные ученые, как Гефеля, самый крупный ученый соборов и соборности 19-го века, он был профессором в Германском университете в Тюрн. Когда Гефеля делает обобщение по этому вопросу, его том неизменно снисходителем. Обсуждая собор в Константинополе 1963 года, он напишет, «Но с этого времени и далее Церковь Востока входит в состояние застоя, в котором мы видим ее и поныне, и вся деятельность этого церковного собрания ограничилась разрешением новому императору Никифору Фоке «Жениться на вдове своего предшественника», конец цитаты. Так же о синонах в Константинополе XI века, цитирую, «В Константинополе прошло несколько соборов, не показавших ничего, кроме плачевного состояния этой церкви». С другой стороны, не следует отвечать на подобные презрительные замечания, впадая в противоположную правильность и идеализируя восточную практику. Постпатриистическая соборность на Востоке до сих пор не исследована в мире достаточной для широких обольщений. Работы современных православных историков, таких как Иоанн Майндорф, Эндрю Лауф, Джон Магапин, Аристидис, Атакис и многих других, указывают путь к новой оценке этой темы. Но задача велика из-за географического диапазона и культурной сложности христианского Востока. Кроме того, исследователи должны выйти за рамки Средневековья и рассмотреть развитие восточной соборной практики в начале нового времени. Такое расширение горизонта этих исследований почти несомненно указывает на то, или будет указывать на то, что соборная практика христианского Востока во втором тысячелетии не была простым дополнением к патриистической соборности. Но сама представляла собой сложное явление, которое иногда служило опорой для церковного общения, а иногда нет. Если говорить только о Константинопольской церкви, следует рассмотреть ряд институций. Первое. Домашний синод. Синодос эндэймуса. Домашний синод. Домашний синод был местным советом Константинопольского патриарха. Эта институция существовала в поздней античности, но приобрела расширенные полномочия в период Средневековья. К концу X века Домашний синод стал контролировать выборы митрополитов империи, функция которой традиционно принадлежал провинциальным соборам. После завоевания Антиохии византийцами в X веке Домашний синод получил право ратифицировать результаты выборов патриарха в этом древнем христианском патриархате. Далнейшая централизация в XI и XII веках превратила Домашний синод в постоянный комитет, где доминировала небольшая группа постоянных церковных администраторов, управлявших имперской церковью. Хотя централизация и бюрократизация Домашнего синода предполагает сокращение соборности в средневековом православии, дело осложняется всем церковным влиянием, по крайней мере, некоторых из Константинопольских соборов. Из них выделяются два, которые занимались фундаментальными христианскими учениями и имели широкое и долгосрочное влияние. Первый – Влахернский или Константинопольский собор в 1285 году. Влахернский собор в 1285 году. Второй – Константинопольский собор в 1341 году в Константинополе, на котором был принят помощь, обосновывающий богословие Григория Павловой и ту форму монашеской православной мистики, которую обычно называют языказмом и которую защищал Григорий. Собор 1351 года после дальнейших осуждений, осложненных гражданской войной в Имерии, подтвердил решение собора 1941 года. Влахернский и Паламитские соборы не были большими и представительными соборами. Томас 1941 года подписан лишь семью епископов, кроме патриарха, который был его автором. Это не был большой собор. Тем не менее, как отмечает отец Иоанн Мейендорф, собрание в июне 1341 года было настоящим собором, а не очередным съездом домашнего синода. Послушания были открытыми, председательствовал лично император Андроник III в окружении сенаторов, тех епископов, которые тогда присутствовали в столице, и несколько архиванкритов и игумов. Собор 1941 года был истинным собором и потому, что его позиция по одному из фундаментальных вопросов христианского учения, в конце концов, получила широкое распространение в православном мире и стала частью того, что многие православные считают одним из основных пунктов христианского вероучения. Паламитские дебаты велись по вопросу о том, как христиане приобретают опыт присутствия Бога и какой эсхатологический смысл имеет этот опыт, смысл выраженный в термине «обожение». Влахернский собор также занимался учением о христианском опыте Бога в том, что касается учения о Святом Духе. Постановления этих соборов выходят за рамки всего, что было сформулировано на соборах собора патриотической эпохи и уже только потому заслуживают внимания. Они также примечатлены тем, каким образом эти постановления были приняты более широкой православной общиной. Рецепция произошла не в рамках процесса ратификации соборными органами, а через постепенное распространение среди православной элиты, в которой главенствующую роль играли монахи в том, что касается паламизма. Такая, я бы назвал его непрямая соборность, непрямая, постяная соборность, как ее можно назвать, заслуживает большего внимания, чем она удостоилась. Конечно, эта концепция легко поддается романтизму и идеализации, но явление, на которое она указывает, реально, хотя его динамика до сих пор не выяснена. На противоположном полюсе от непрямой соборности стоит обряд чтения синодика православия, другой, средневековой византийской инновации. Первоначальный синодик датируется в 843 году. В том же году завершился долгий и мучительный иконопорческий спор, когда домашний синод, уполномоченный иконофильскими симпатиями вдовы императора и регента Феодоры, восстановил почитание икон. В соответствии с решением синода на общественном богослужении в церкви Святой Софии были провозглашены имена защитников православного вероучения в прошлом и настоящем, а их противники преданы анафеме. С тех пор, как вы знаете, в первое воскресенье Великого Поста в православных церквях после утренней и после божественной литургии совершается обряд чтения синодика. Синодик, употребляемый сегодня, отличается от синодик IX века. Его текст был расширен в XI веке, когда в него были включены решения позднейших Константинопольских соборов средневекового периода. Первое существенное дополнение было сделано после осуждения ученого Иоанна Итала, Итаус. Йоанн Итал, Итаус, Итаус греческий. На соборах в 1076 году и в 1082 году. Итал, Итаус, как и его учитель Михаил Псел, Псело, занимался изучением греческой античности, прежде всего трудов Платона и неоплатоника. Этот византийский гуманизм, в кавычках, как его еще называют, вызвал негативную реакцию со стороны духовных лиц, ведевших в нем развитие языческих доктрин о космосе и человеческой душе, давно отвергнутых церковью в первую очередь на Пятом Вселенском соборе, который осудил Оридиана. Анафема Италу и Элинским учениям были включены в синодик. После этого синодик периодически обновлялся, становясь как бы журналом, в который заносится решение Константинопольских соборов, должным образом украшенные риторикой возглашения имен и анафемаствования. К XV веку, когда синодик достиг своей стандартной нынешней формы, в него вошли не менее чем 60 анафем конкретных учителей и учений, считавшихся враждебными православами. До сих пор остается неисследованным влияние синодика православия и связанного с ним обрядом на понимание соборности в православии. Проблема сложна и, пожалуй, парадоксална. С одной стороны, синодик свидетельствует о динамическом аспекте средневековой православной соборности. Православие обычно любит закрытие каноны. Закрытие каноны. И простивостоит концепции развития в церкви. Однако, средневековый синодик был открытым и наращиваемым каноном, вытекавшим из действительной соборной жизни, хотя маленького масштаба именно в городе Константимория. А с другой стороны, синодик как канон и обряд закрепляет постановление небольших Константинопольских соборов и тем самым свидетельствует о географическом и культурном сокращении, которое произошло в средневековье византийской соборности. Более того, ритуализация синодика, отделившая его от фактической соборной практики, ставит вопрос о том, следует ли рассматривать синодик православия как пример соборного общения или как его идеализированный суррогат. Понимаете? Оценка средневековой православной соборности должна также включать сравнение православной соборности с теорией соборности, которая сложилась в средневековой западной церкви. Как мы видели в прошлый раз, позавчера, авторы теории соборности, канцеляристы на Западе были обязаны святоотеческой соборности, как они ее понимали, но они формулировали свои идеи почти без всяких ссылок на христианский восток своего времени, средневековья. В средние века интеллектуальная и культурная дистанция, разделявшая восточное и западное христианство, со временем росла. Тем не менее, следует избегать преждевременных выводов о том, в какой мере восточная соборность и западная теория соборности имеют либо не имеют общей основы. Не вызывает сомнений, однако, что сравнительное изучение этого вопроса привлечет значительное внимание экономических кругов наших дней. Это все, что я написал о соборности в православном средневековье. Вы хотите задать, добавить комментарии о этом? Перед тем, как я выступлю с заключением или вперед? Как Вы хотите. Можно вперед. При тратковке соборности важно не преувеличивать роль собора. Соборы никогда не были единственным органом церковного управления, но всегда частью некоторой матрицы. Вначале, как мы видели, соборы были связаны с епископатом. И по мере того, как епископские кафедры превращались в первенствующие кафедры, могучие кафедры, возрастала зависимость соборности от могучих ираков. С возникновением христианской Римской империи имперские власти вошли в эту матрицу, становясь иногда столь сильными, что некоторые церковные деятели стали считать соборы созиданием императоров. Папская соборность западного средневековья породила похожий взгляд, что соборы созидания римских понтификатов. Соборное движение позднего средневековья продвинуло соборное дело, как никогда ранее, я о западе говорю, открыв тем самым новые перспективы принятия решений в текущем. Однако в той мере, в какой радикальные приверженцы соборности, консилеристы, рассматривали собор как полномочия и уникальное управление церкви. Они ошибались, не отоценивая институциональную матрицу, в которую соборы всегда встроены. Канон Нового Завета, исторические символы веры и доктрины и основные христианские литургии, неотъемлемые составляющие католической матрицы. Все это связано с соборностью, но не может быть сведено к ней. Новый Завет явил пример первичной соборности раннего христианства. На соборах церковные учения были упорядочены, а литургии явились по рождению той же духомосной общинности, что дала начало и соборности. Однако, писание, учение и литургию нельзя рассматривать как изобретение соборов, как если бы соборы были свободны, определять их, как им вздумается. Главную роль всегда играли исторические критерии и вопросы истинности. Исторические критерии коренились в сознании верности апостольскому учению. Вопросы истинности вращиваются вокруг верности христологическим представлением о действительном воплощении подлинных страданиях Бога человека и реальном спасении, а также вокруг верности пневматологическим представлением о действительной церкви духомосной и реальном процессе освящениях. Соборы не выходили за пределы верности этим представлениям и не стремились к этому. Но это не значит, что в кафолическом христианстве соборы играли второстепенную роль. Они выполняли функцию, которую столь эффективно не мог бы выполнить никакой другой орган техники. Именно функцию координации и посредничества, без которой кафоличность не развилась бы в той степени, в какой это действительно произошло. Кроме того, соборы притязали по-своему прислушиваться к реальности. Они напоминали христианам, что церковь – это действительное, а не гипотетическое или метафорическое праздство. Хотя соборы всегда составляли часть кафолической матрицы, эта матрица сама никогда не была статичной. Напротив, относительный вес ее составляющей все время менялся. Поэтому легко представить себе, что при определенных условиях соборная составляющая приобретет больше вес, чем она имела в прошлом. Можно утверждать, что на протяжении большей части церковной истории соборная составляющая была довольно слабой в отношении к всему, к всей кафолической матрице. Матрице. Но именно в церкви патриотической эпохи она была соборная составляющая, была оттеснена первенствующей и имперской составляющими. В средневековой церкви соборная составляющая никогда не достигала равенства с папской составляющей, за исключением короткого периода апогея соборного движения между Константским и Позненским собором, которыми мы занимались позавчина. Но в наши дни есть основания ожидать перераспределения весов различных составляющих церковного управления в кафолической традиции. На Западе имперский фактор давно исчез, и его последние сурругаты, такие как королевские привилегии и государственный статус у червы некоторых странок, как, например, в Англии или Дании, большинство случаев пережитки прошлого. В православном мире имперский фактор продержался дольше вплоть до современности в случае Российской империи и, иным образом, в случае Османской. Но ныне православие живет в постимперских условиях, несмотря на то, что многие православные все еще медленно признать этот фактор. Иерархически первенствующая и папская составляющая кафоничность до сих пор важна в церкви. И, как и в прошлом, ограничивают соборность. условно ограничивают соборность. Но следует спросить, оправдает ли развитие кафонической традиции в 21 веке традиционное значение этих составляющих в ущерб соборному фактору? Распространение демократического управления повсюду в мире, скольбы ни было оно неровным и несовершенным, вероятно сохранится в обозримом будущем, а вместе с ним будет распространяться демократическое чучо в культуре и религии. Отсюда следует, что все труднее будет поддерживать жесткое иерархически переносывающее устройство церкви. Если церковь не решила, что оно, такое устройство, настолько важно, что христиане должны пойти на любые жертвы ради его сохранения. Это девиз современного римско-католического традиционализма. который принимает сокращение церкви во имя того, что считается с цельностью и самодисциплиной. Проблема такого Попова в том, что он ввергает католичество в своего рода религиозный изолационизм, даже в своего рода сектанство, отменяя по иронии судьбы историческое призвание католичества. Это призвание кафоличности, ценности. С другой стороны, направляя церковное устройство в сторону соборности, католическая церковь может обновить свое призвание как всеобъемлющие общины, отталкиваясь от традиционализма и авторитаризма и в то же время борясь против провинциализма, сектанства и различных форм вне церковного христианства. Конечно, соборное правление не демократическое правление. По этой причине некоторые могут возразить, что соборное правление встретит не большее признание в современных демократических обществах, чем иерархическое устройство. Однако, перед тем, как сделать такой вывод, следует рассмотреть внутреннюю логику соборности. Соборность может не быть демократической в современном смысле этого слова, но в любом случае она не авторитарна. Авторитаризм произникает не из функционирования власти как таковой, но из отсутствия прозрачности и отчетности, что позволяет властям создавать свои маленькие миры. Соборность как инклюзивная и совместная форма принятия решений в церкви противостоит этим маленьким контр-церквям. Кроме того, она бросает вызов традиционализму. Традиционализм происходит не из культирования преданий, но из его абсолютизации, из понимания предания как чего-то статичного. Но предание это динамический процесс и собор, который также является процессом, уже давно стала одним из самых надежных его двигателей. В конце концов, конечно, соборность должна доказать свою ценность на практике, а не только в теорике. Так что суждение относительно ее потенциала в XXI веке церковь должна ждать от соборов XXI века. Где мы можем их сказать? Где мы можем искать соборы XXI века. В настоящее время признаки соборной весны можно увидеть в вашем православном мире. В 2008 году в обращении к собранию православных иерархов в Истамбуле константинопольский патриарх Барфоломе как вы наверное знаете призвал к созыву великого и святого Всеправославного собора. Епископы одобрили его призыв и с 2009 года секретарь начал готовить его созыв. Ни один всех православный собор не созывался в современную эпоху, хотя необходимость его стала очевидной почти столетия назад после распада Российской и Астанской империи. В 20 веке православные иерархи несколько раз встречались для оценки перспектив Всемирного собора и даже для набросков его повестки дня. Но проект провалился из-за реалий жизни православия в 20 веке. Невозможно было себе представить честное проведение такого собора пока крупнейшая православная церковь в мире русская православная церковь существовала в условиях домашнего ареста в Советском Союзе. После Второй мировой войны многие другие православные церкви оказались в подобных условиях. Но с крахом коммунизма в Восточной Европе и в России православные церкви пользуются свободой достаточно для приведения себя в порядок. Тот факт, что они еще не сделали этого, может быть связан с рядом причин. Искажение в результате десятилетий коммунистического угнетения, внутреннее внутреннее сложность созыва Всемирного Собора и тревога, которую испытывают многие православные, которую испытывают многие православные, когда требуется сделать что-то не неимевшего прецедента. И действительно, в древнем и средневековом православном предании нет такого прецедента для такого рода Собора, для того рода Собора, в котором нуждается современное православие. даже вопрос о том, кто имеет право созывать Собор открыт для обсуждения. В древнем и средневековом православии вселенные соборы созывались императорами. Для нынешнего православия это невозможно. И в православной церкви нет папы, который заполнил бы этот пробел. В этом и ряде других практических вопросов у строителей Всеправославного Собора должны прибегать к множеству источникам. Безусловно, к свято-отеческим и средневековым источникам, но и к богатой истории соборности Западной Церкви и к практике поместных соборов в православных церквях в современную эпоху. Соборная история современного русского православия особенно ценна благодаря размерам и масштабу поместного собора 17 и 18 годов 20 века. Но даже это грандиозное событие всероссийское поместное собор, даже это событие все еще недостаточно оценено современными православными церквями и даже русской православной церковью. соборная весна в православном мире должна будет пробудить более пристальное внимание к этой и другим соборным инициативам, предпринятым в современном православии, в том числе и православии в Америке, в американской православной церкви церкви в Америке. Одна из наиболее интересных инициатив современных православных осуществляется в настоящее время под руководством патриарха московского Кирилла. Патриарх сделал оживление нового соборного процесса в русской православной церкви высшим приоритетом своего патриаршества. В начале 10-го года он и высшее руководство московского патриархата создали так называемое межсоборное присутствие. Об этом вы слышали. На этом собрании состоящее из приблизительно 150 архиереев монашествующих священников и мирян возложено обязанность обсуждать вопросы, стоящие перед церковью в 21-м веке, разрабатывать рекомендации для Священного Санода и Архиерейского Собора, а также Поместного Собора. В наименовании межсоборное присутствие отразилось уважительное отношение к предсоборному присутствию, созданному в 1906 году для подготовки Собора, который и существился в 17-м году. Новый орган называется межсоборным, а не предсоборным, потому что Русская Православная Церковь сегодня, в отличие от корида до 17-го года, обладает Институтом Соборности. По величине своего состава и широте повестки дня межсоборное присутствие представляет собой новое для православия начинание, так что его не считать значительным шагом со стороны Патриарха и его сотрудника. В какой мере другие православные церкви вдохновятся примером Русской Православной Церкви еще предстоит выяснить. Скидер, в которой межсоборному присутствию удастся развивать метод соборности в Русской Православной Церкви также еще предстоит увидеть, ибо в некоторых отношениях присутствие, как представляется, скорее ограниченное, чем представляет соборную идею. Члены присутствия по большей части клирики, примерно треть епископов и половина священников или монашествующих и только около 15% миллиард. Некоторые комиссии присутствия имеют в своем составе несколько миллиард, а в некоторых их совсем некоторых других комиссиях их миллиард совсем нет. Еще одна причина для беспокойства заключается в том, что межсоборное присутствие обсуждает пересмотр устава русской православной церкви в направлении изменения статуса поместного собора. Поместный собор 1988 года, 1988 года, первый относительно свободный собор советского периода, принял устав, в котором поместный собор является высшим органом управления церковью. С тех пор, однако, создано только два поместных собора, в обоих случаях, исключительно с целью избрания нового патриарха после смерти действующего. Де-факто первенствующий церковный собор сейчас русской православной церкви – это архиерейский собор, а не поместный. Архиерейский собор, состоящий только из епископа. Упомянутый пересмотр устав может возвести текущую практику в закон фактически понизить авторитет, фактически авторитет поместного собора в пользу архиерейского. Но, несмотря на эти ограничения, межсоборное присутствие, творческая инновация в жизни русской православной церкви, соборность всегда находится в стадии развития, никогда не являясь чем-то готовым. И надо быть осторожным, чтобы не уманять наличных соборных инициатив с жалобами на их несовершенство. По сравнению с церковной средой, где соборы редки или отсутствуют, обновление соборной практики в любой честной форме представляет собой пример позитивного развития. Соборность заразительна. Соборность заразительна. Пусть цветет соборная весна в православном мире, побуждая христиан других теплей капель оттенки собственной соборной обязанности. Этот пример обращения огромной церковной общины к современным проблемам путем соборного действия должен вдохновить англиканских сторонников соборности энергичнее продвигать идею всех англиканского собора. Протестантские церкви в своей борьбе с динамикой глобализма будут вдохновляться новым взглядом на принятие решений путем соборности и даже свежим взглядом на православие как таковое. Хотя протестантские и православные церкви сотрудничают во Всемирном Совете церквей, уровень взаимопонимания между ними остается низким. Соборная весна в православном мире оказала бы преобразующие влияние на православно-протестантские отношения. В частности, эксперимент с выработкой решений на основе консенсуса, эксперимент, который в настоящее время проводится во Всемирном Совете Церкви, инициированный в основном православными членами Совета, получил бы больше доверия по причине новой приверженности к соборной практике во самом православном мире. Возобновление православной Соборности побудило бы и католиков римских по-новому взглянуть на их собственный недавний опыт Соборности. Всеправославный Собор немедленно вызвал бы сроднение со Вторым Ватиканским Собором и тем самым новое его обсуждение не только в Святии Католиках, но и во всем христианском мире. Пример Второго Ватиканского Собора мог бы предоставить критерии, по которым оценивался бы Всеправославный Собор, тогда как Всеправославный Собор мог бы предложить новые критерии для оценки Второго Ватиканского Собора и ее наследия. Пример Всеправославного Собора по-новому осветил бы перспективу Третьего Ватиканского Собора. Поклон Извините. Наконец, созыв Всеправославного Собора наряду с другими всемирными Соборами ангеликанской и другими, которые могут произойти в нашей жизни, способствовало углублению самосознания экономического движения. Большинство экономических деятелей согласны в том, что их движение стремится к видимому единству христианской церкви, но они расходятся относительно того, что означает это видимое единство на практике. стороной соборности, как я мог бы предположить, что это означает созыв Собора. Вынимое единство означает созыв Собора, что целью экономического движения должен быть замысл, подготовка и в конце концов празднование Вселенского Собора. На данный момент Вселенский Собор кажется далеким и чудесным событием, но каждый успех в Соборном движении, какими бы скромными он ни был, предвосхищает его осуществление. Поколение назад светский православный богослов Никос Нисиотис из греческой церкви говорил, что достижение Соборного движения 60-х годов дали предвкушение будущего Вселенского Собора церкви. Предвкушение. То же самое можно сказать о Всеправославном Соборе, о Всеангликанском Соборе, о Третьем Ватиканском Соборе или любой другой актуализации кафолического согласия и общения в 21 веке. Соборы не царствие Божие, но много раз и во многих местах христианские церкви обнаруживают, что созыв Собора является эффективным средством свидетельства о Царстве Божьем. Вновь открывая для себя эту истину и действуя в соответствии с ней, современные церкви могут принести предвкушение экуменического и каталогического будущего в нынешнюю церковную жизнь. В любом случае известное, хотя и часто забываемое заявление Соборов Констанция в постановлении Фрегвейнс, снова должно обрести свое оправдание. Цитирую, «Частое проведение общих соборов, превосходное средство возделывания наследия Господа». Конец цитаты и конец лекции. Так, если немножко есть времени комментарии, вопросы. Есть еще вопросы? Медленный чок, депутат. У меня такой вопрос. Не кажется ли вам, что в демократическом западном мире как раз нужна церковь, строго иерархическая организация, существование такой организации в известном смысле уравновешивало бы негативные стороны демократии? Это очень хороший вопрос. Я думаю, мой ответ «не». И почему? Я ищу золотую середину. то есть я согласен с вами в том, что у нас в демократическом и часто анархическом западе нужно равновесие, демократии, которого у нас часто нет или недостаточной степени. Я с вами абсолютно согласен с этим. Но я думаю, что путь к этому реалому результату будет будет не настаивание на строго иерархически организованную церковь, но более умеренный подгон. Почему? Потому что настаивание на строгость, на авторитарную церковь. Это вызовет у нас еще больше разделения и раздора, чем у нас уже есть. Результат того, что вы предлагаете, будет не равновесие, но поларизация. Даже более суровая поларизация, чем та, которая является сегодня. Так что с результатом, который вы имеете в виду, я согласен. Равновесие, середина, но я думаю, что этот результат сбудется другим путем. И путь строгости и дисциплины, и авторитета вызовет только углюбить нашу культурную поларизацию. гриви, и освою поларизацию. Очень интересна ваша мысль о непрямой соборности. Косвенной. Косвенной. Да. И было бы очень важно понять, несомненно, сегодня, в наше время, очень важен широкий контекст, не только приготовления соборных решений, но и рецепции. И, соответственно, различные формы этой непрямой соборности, они как раз в высшей степени должны быть освещены, они должны быть известны, они должны практиковаться. Это то, о чем вчера Андрей говорил, это я и мы в различных его сочетаниях, различные формы артикуляции я и мы, именно они могут приготовить здоровый климат для проведения и освещения собора. Да, это очень хорошо сказано. И соборы нуждаются в подготовке, но соборы тоже зависят на климате. и они сами собой не творят климат. Его творят множество лиц в цепи и вне. Я ценю цепь. Так что да, то, в чем мы нуждаемся, это ну, личинский климат, чтобы он расширил, расширился и обнимался, обнял весь церковный и христианский мир. Это наилучший результат. спасибо. Я должен задуматься больше об этом. О факторе климата. Культурного, политического, церковного. Можно? Это важно. Скажите, пожалуйста, не кажется ли вам, что очень усложненная и теологически загруженная церковь, она теряет чувство локтя? чувство локтя? Это когда несколько солидарностей. Солидарностей. Вот. Ведь все ранние церкви, они были что инклюзивная церковь теряет чувство солидарности. Вы хотите сказать? И иерархически такая сложная. Ну, там, где писем, а потом меньше, меньше, меньше. и все это неравенство, оно сводится к тому, к выяснению внутренних отношений и теряется. Да, да, это один из главных моих тем. Я не отрицаю, мы с Ириной говорили позавчера о иерархичности церкви. я ее совсем не отрицаю, не хочу, чтобы вы думали, что я против иерархически христианин или вне церковных христианин. Есть такие, множество их у нас, и о некоторых книг мы слушали от Михаила Паранкова с его списком радикальных богословок. У нас многие радикальные богословы, такое множество, что нужно спросить, что такое радикализм, когда все подобят его. Но, 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 православие и в русском православном церкви сегодня, на мой взгляд, это мой взгляд, очень косвенный, можно быть наивный, но у вас слишком централизация, слишком централизация, иерархия должна развиваться, ну, иерархия это в лучших условиях органическая вещь, а не строго административная, централизованная структура. Так что у нас нужно найти наш путь к более умеренному равновесию церкви и общества, но вы должны найти ваш путь к менее централизованной церкви. я не могу вам назад как часто я чувствую это во время пребывания в России, в Латвии, в Украине, но я лишнее не говорю. Здесь администрация мягкая. В связи с вашим акцентом по поводу климата, контекста, общественного, культурного и так далее, возникает мысль, новым вызовом для соборности это влияние масс-медиа в современном мире. Ни один предыдущий собор не имел такой проблемы. Даже второй Ватиканский собор не имел этой проблемы. Но любое нынешнее даже путешествие большого иерарха, я не буду сейчас называть имен, это во многом медийное событие. И мы видим и на маленьких соборах, и на больших что волна, которая поднимается в прессе, она неизбежно влияет на события. И те, кто готовят собор, они неизбежно должны уже думать не только о том, что будет происходить в помещении собора, а о непосредственном влиянии, которое связано с широким контекстом политическим, общественным и так далее. И получается, что возникает две задачи, не одна, а две. Готовить собор и сразу готовить его рецепции, его взаимоотношения с контекстом, потому что его невозможно провести в закрытом помещении, как это было еще в 60-е годы. И это вопрос для всех. для всех. Да, для всех. Это очень точное замечание. И я мало об этом думал во время написания книги, но я согласен с вами. Но это дилема, потому что можно сказать дилема по-русски? Это дилема. Потому что собор нельзя праздновать секрет в цайне. Не может это противоречить смыслу и призванию собора. Ну, все это можно может быть это указывает что показывает нам что как вы говорили Константин Борисович мы все еще учимся тому как жить церковно и общественно в нашем сложном современном мире потому что надо как protect как protect защитить да надо защитить надо защитить от собора от от средств массовой информации и от неприличности которые возникают из такого внимания но в то же самое время праздновать открытой всех приглашающих собор это трудно но трудно и интересно продолжим закончим минут продолжим перерыв и мы будем обсуждать спасибо спасибо